Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с праздником сегодня прославляемых святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И в эти дни во всех православных храмах звучит им величание. Величаем вас, святые апостолы Петри и Павли, весь мир учениями своими просветившие, и все концы вселенные ко Христу приведшие. Самая главная цель проповеди святых апостолов – привести людей ко Христу. Не просто ублажить слух, рассказать какие-то интересные притчи, события их земной жизни. Самое главное – Христос, Он альфа и омега, Он начало и конец. И кто обретет в своей жизни Христа, Он все приобретает. Все, что для себя они приобрели у святых апостолов, было во Христе. Вот потому и пронесли они проповеди через всю свою жизнь. Святой апостол Петр был простым рыбаком. Это старший брат святого апостола Андрея Первозванного. Он не был образованным человеком, всю жизнь трудился. И вдруг он становится тем, который просвещает все концы вселенной, который проповедует Евангелие, но не сразу. Конечно, его путь был путем испытаний, путем падения и восстаний. Петр был одним из учеников, которых Христос особенно приближал к себе. Он был на фаворе, он был при исцелении многих больных, он при многих чудесах Христа был свидетелем. И больше того, когда, находясь уже при чуде умножения хлебов, а также при откровении самого Христа о святом причащении, когда, собрав народ и напитав питью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, не считая женщин и детей, Христос говорит о хлебе небесном. «Я хлеб, сходящий с небес, ядущий хлеб сей, жить будет вовек». Вот эти слова для многих стали соблазном. Это что за хлеб такой с небес сходящий? И тут Христос открывает «Я хлеб, ядущий плоть мою и пьющий кровь мою, жить будет вовек, и я воскрешу его в последний день». И вот здесь ученики начали расходиться. Многие, кто это услышал, говорят, «Ну, как это можно слышать? Его плоть есть, его кровь, да, вот поесть хлеб, который он умножил, всем понравилось. А вот о плоти многие стали уходить. И Христос видит, как многие из тех, кто шел за ним, даже среди учеников его расходились. Остаются только двенадцать апостолов, и он обращается к ним. Может быть, и вы хотите отойти? И вот здесь снова Петр говорит, «Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. И мы познали и уверовали, что Ты истинно есть Сын Бога Живаго». Эти слова сегодня вписаны в образ иконы, которая лежит на центральном аналой. Именно эти слова. «Ты, Христос, Сын Бога Живаго». Этими словами Он снова зовет всех нас, ко Христу. «Ты тот, который пришел в Мессия. Ты тот, который избавит нас от смерти. Ты тот, за которым можно идти, ничего не страшась». И тут испытание. Испытание его веры. Когда схваченный Христос увидел трижды отрекшегося Петра, этот взгляд любви Христа, Петр никогда в жизни забыть уже не мог. Он всю жизнь видел эти глаза любящего Господа, которому он был так верен, но убоявшись испытаний и смерти за Него, он трижды отрекается от своего Учителя. Но по воскресенье Христос находит его и трижды спрашивает у Него, «Любишь ли Ты меня, Петр, Симоний, Ионин, любишь ли Ты меня?» «Да, Господи, люблю. Как же, уже уверившись в воскресенье, не любить Тебя, победившего смерть?» И снова спрашивает его Христос, «Любишь ли Ты меня?» «Пачи сих», то есть больше, чем другие. «Ей, Господи, Ты знаешь, как я люблю Тебя!» И третий раз спрашивают у Него, «Любишь ли Ты меня, Петр?» «Ей, Господи, Ты все знаешь, как я Тебя люблю!» «Вот тогда иди и паси агнцы Моя, иди и паси Моих овец, иди и теперь Ты продолжай дело проповеди и собирай ко Мне всех тех, кто сегодня рассеянный и меня не знает». Вот почему они пошли и по всему миру проповедовали Иисуса Христа, распятого и воскресшего, уже теперь не боясь ни гонений, ни мучений, ни смерти. Конечно, святой апостол Павел, которого мы сегодня вспоминаем, мудрейший муж из фарисеев, который был настолько образован, настолько верен своей иудейской традиции, что не верил Христу, но Христос является ему на пути в Дамаск, и он теряет зрение. «Кто Ты, Господи?» «Я Христос, которого Ты гонишь», слышит апостол Павел. «Что же мне делать?» спрашивает апостол. «Какие удивительные слова!» «Господи, что мне теперь делать?» И как важно и нам с вами, вспомнив сегодня эти слова апостола Павла, чаще стучатся этими словами в небеса. «Господи, что нам делать?» Мы часто, как и Он, не знаем, мы уже ослепли, мы уже не знаем, куда идти. Слева и справа одни искушения, испытания, враги. «Что нам делать, Господи?» И вот Христос указывает Ему путь. Павлу Он указал путь в Дамаск, и через принятие истины и веры во Христа ты получишь и благодать Духа Святаго, и помощь свыше, нести дальше Мое Евангелие. И Он действительно пошел и по всему миру разнес святую благую весть о том, что Христос пришел в этот мир ради нас и ради нашего спасения, и всякий верующий в Него не умрет, но будет иметь жизнь вечную. Как простые, как доступны их святые послания. И я хочу сегодня обратить ваши взоры, дорогие братья и сестры, именно на то, чтобы мы почаще открывали послание святых апостолов. Там есть послание к Оринфянам, есть послание к римлянам, к другим, послание апостолов, которые являются посланием и к нам. Послание к краснодарцам. Вот открыл еще послание христианам Краснодара, живущим в юбилейном районе. Мир вам от Господа. И дальше можно почитать. И я, пользуясь возможностью люблю этих апостолов, люблю их послание. И вас хочу призвать, читайте чаще те слова, которые мы слышим, которые они не только касаются нашей веры, но и семейной жизни. Вот, например, послание апостола Петра, третья глава, обращено к семейным вопросам. Вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были. Вы слышите? Не столько нужно пилить мужа своего, убеждать его, сколько своим непорочным житием приводить мужа ко Христу. Вот какой мудрый совет дает апостол. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Апостол Павел раскрывает истину драгоценной женщины. Современные женщины думают, что же еще купить, во что же еще одеться, чтобы понравиться. А апостол говорит, не в этом твоя красота, кротость и сокровенность смиренного духа, любящего Господа. Вот твое сокровище. Вот жена твоя красота. И не ищите другой. Украшайте себя этими драгоценностями, и вы будете возлюблены и мужем, и Богом. Так некогда и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Вы слышите, красота жены, повиновение мужу. Не просто перед ним она выше, больше, умнее, богаче, а она смиреннее и во всем послушнее мужа своему. По слову святого апостола Павла, как святые жены первых времен, украсила себя истинной добродетелью. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. А вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, не надо думать, что это только для женщин, мужчины, стоящие здесь, пусть тоже внимательно послушают, что заповедует им святой апостол. И вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немоществующим сосудом, оказывая им честь, как сонаследником благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Муж, который грубит жене, который не столько любит, сколько отторгает ее заботу и внимание, подвергает себя очень серьезной опасности. Он молит, а молитва его будет неуслышана. Вы слышите, мужья, если вы не будете любить своих жен и не будете заботиться о них, как о немоществующем сосуде, то ваша молитва, по слову апостола Павла, дабы не было вам препятствия в молитвах, будет иметь препятствие. Вот почему церковь и заповедует мужу, любить свою жену, а жене во всем, да бояться своего мужа и во всем слушать его со смирением. Вот так установил Господь и так открыли нам апостолы. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лицо Господнее против делающих злое, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителем доброго? Разве это не послание к краснодарцам? Разве это не послание ко мне с вами? Слушайте то, что говорят нам, как жить в семье, как поступать в обычной бытовой жизни. И тогда мы не просто будем поступать, как мы хотим, а будем поступать, как Бог велит, молитвами сегодня прославляемых первоверховных апостолов. И, конечно, не могу не остановиться, раз сегодня еще и Павла, то на цитате, кроме апостола Петра, еще и апостола Павла к посланиям к римлянам. Вот что он пишет. Что говорит Писание? «Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое пребывает. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, спасешься». Снова апостол Павел главным центром своей проповеди имеет Христа. «Если будешь веровать и проповедовать и жизнью свою исповедовать Христа воскресшим, спасешься». Вы слышите, какие удивительные слова? «Потому что сердцем верует праведности, а устами исповедует ко спасению, ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится». Верующего Христа не постыдится. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Аминь. Редактор субтитров.